Всем привет! Это обзор Лего и его аналогов от Калина Красная, и сегодня у нас не будет в обзоре Лего, а будет более такой разговорный ролик, потому что я хотел бы сказать свое мнение, обсудить, с вами пообщаться по поводу финала сезона, финала первого сезона мультсериала «Бракованная партия». В общем, как вам, что вам, и в принципе, как вам зашел сериал, и какое у вас мнение по поводу его? Сразу вам скажу, что для меня сериал вышел неоднозначно, мне он как понравился, так или нет, потому что были какие-то просадки в сюжете, были какие-то неинтересные сюжетные линии, арки, но в целом-то он более-менее является преемником сериала «Война клонов», в котором точно так же были обычные просадочные арки по дипломатии и еще каким-то неинтересным линиям, не всегда там была война, убийство и все остальное. И в целом-то сериал направлен на более детскую аудиторию, что, безусловно, как бы влияет в целом на всю сюжетную арку и на развитие героев. Так что сразу вам скажу, поймите это, примите, что это более детский сериал, и если вам там не нравится «Почему мало клонов, меньше убийств» и все остальное, ну, немножко на другое сериал направлен, и поэтому все по-другому действует. Ну и давайте мы начнем с самого начала, вспомним сюжет, как у нас происходили действия, как развивались персонажи, как они раскрывались. Все у нас началось с приказа 66, незадолго до его исполнения, потом плавно в него все перетекло. Здесь мы сразу увидели возвращение двух интересных персонажей, это мастер-джедай Депа Белаба и Йо Падаван Кейнан Джарус, который у нас впоследствии был в сериале «Повстанцы», но здесь нам немножечко по-другому показали приказ 66, как он исполнился. Немножко изменили канон, ребята, потому что в комиксах все совсем было по-другому. Вот, и здесь у нас практически сразу же начинает возникать первый конфликт, который у нас впоследствии потом и вытекает во всей сюжетной линии сериала «Бракованная партия». Это когда у нас Кросс Хейр говорит... И, понятное дело, что чип-ингибитор то ли у него сработал, то ли не сработал, как-то стало потом и впоследствии в конце непонятно вообще. Кросс Хейр понимает, что Хантер, скорее всего, не исполнил приказ 66, не убил юного Падавана, скрыл от него убийство. И тут продолжает зарождаться вот это сомнение вообще в выполнении приказа, сомнение в лидерстве Хантера и вообще в целом в том, что данный клон у нас, бракованная партия, особенная. Ребята у нас возвращаются на Камин и понимают, что какая-то, что-то не то происходит, какие-то действия клона, как-то реги изменились, обычки стали какими-то необычками. Вот. И нам показана очень прекрасная сцена, на мой взгляд. Это голограмма Палпатина, в которой он говорит, что республика будет реорганизована в Галактическую Империю, в Первую Галактическую Империю. И вся эта сцена происходит на Камина. И видно, что клоны обычной реги под действием чипа ингибиторов интересно так и реагируют на это, а не наоборот, как бы рады этому что-то. И здесь у нас впервые появляется Омега, интересный персонаж, который впоследствии присоединится к бракованной партии. Ребята у нас сбегают с Камина, понимают, что что-то не так. Кросс Хэр у нас попадает под влияние Империи, ему усиливает его чип ингибитор. И ребята у нас сбегают с Камина, при этом берут с собой вместе Омегу, которая вместе с ними сбегает. И вся эта компашка у нас оказывается как бы в Галактике, в которой нету войны, в которой только что закончилась война, в которой все так долго ждали этот мир. Но появляется какая-то непонятная Империя, что она с собой несет еще непонятно, зло или добро. И интересный момент у нас появляется вот с цепными кодами. Интересно, что старых граждан Республики теперь как бы прививают этими цепными кодами, дают эти коды, чтобы они как-то существовали в новом мире Империи. Вот, ребята пытаются себя на протяжении очень долгих серий как бы найти свою цель, место в этом непонятном мире без войны, потому что они обычные у нас клоны, солдаты, которые привыкли убивать дроидов, захватывать базы, освобождать миры от осады дроидов и, ну, от сепаративств, в общем. Вот, находят они такого интересного персонажа как Зет, ну, более-менее интересный обычный наемец, который подкидывает им работенку, выполняет свою личную выгоду, а ребята просто существуют, в принципе, получают, наверное, деньги за топливо, за оружие, за еду. Вот, также очень интересная, скажем так, можно назвать ее арка, это про старых персонажей из других вообще, из предыдущих сезонов Войны Клонов. Это у нас, ну, во-первых, это появление капитана Рекса, которого все так ждали, который надеялись, что он все-таки появится, он появился, очень интересно, он появился. Конечно же, я тоже этому рад, что такой персонаж значимый вообще в сериале Война Клонов здесь появился, играет какую-то свою роль в необычном таком амплуа, то есть клон, который понимает, что все закончилось, который пережил там гибель своих братьев, которые хотели его же тоже убить. И он появляется в таком интересном амплуа, в общем, ну, зачет, молодцы, что вернули его, в принципе, это круто, была небольшая такая сюжетная линия с ним. Я надеялся, что он еще дальше появится, он-то, в принципе, и дальше появился, потом, когда попросил помочь вызволить еще своего друга, но больше его как, вот, именно, человека, персонажа, который был на протяжении всей серии, по сути, не было. Еще одна вот такая интересная сюжетная арка, это у нас, как бы, поиски Омега коминанцами, чтобы вернуть ее, так как, как мы выяснили, Омега у нас является чисто кровным клоном без улучшения, без модификации улучшения роста. Она является сестрой, как бы, Боба Фетта, вот, она чистый настоящий клон Джанго. Вот, коминанцы начали беспокоиться, что у них, мол, ДНК Джанго уже стареет, и клоны, получается, более бракованными, дефектными, а они хотят немножко, там, все-таки, как-то контактировать с Империей, получать денежку за это, но Империи, как мы выяснили, не нужно, вот. И коминанцы у нас посылают Охотников за головами, очень интересными персонажами. Ну, во-первых, это Кэт Бэйн, Кэт Бэйн, респект, что они его вернули, прикольно, что были некоторые отсылочки, связанные, например, с дуэлью с Бобой, тем же, это вот, пластина на голове Када, то есть, мы понимаем, что непоказанная арка именно с дуэлью, у которой, вот, если вы знаете, что была у нас небольшая такая арка, которую не выпустили в Войне Клонов, где состоялась дуэль Када, Бэйна и Бобой, и откуда появился, в принципе, вот эта небольшая вмятина на шлеме Бобой, ее не было, но вот, отсылка на нее якобы была, вот, и Феник, персонаж из Мандалорца, ее сюда запихнули, как бы сделали более официально каноничной, здесь она мне очень понравилась, прикольно, такая, знаете, боевая подруга, охотница за головами, очень интересная, в общем, ну, молодцы, респект, очень хорошая арка получилась, на мой взгляд, хотя, с другой стороны, и непонятно, потому что ее потом забросили и забыли, то, что, типа, вот, нам нужно найти эту Омегу, потому что она является чистокронным носителем ДНК Джанго. Арка про Релот, мне очень сильно понравилась Арка про Релот, потому что, в целом, интересная планета, интересные персонажи, и туда запихнули достаточно интересного персонажа, такого, как Капитан Хаузер. Очень необычная, конечно, у него ситуация, и судьба такая сложилась, и очень интересно, и молодцы, в плане того, что показали, что все-таки не все клоны стали болванами, когда у них активировались чипы, ингибиторы, все-таки индивидуальность клонов играла большую роль, чем сравнению тех же дроидов, например, и то, что он так себя повел, вышел против своих братьев, сказал, что, типа, это все не то, это все не так, неправильно, и все так получилось интересно. В принципе, за ним было интересно, блядь, жалко, конечно, что дальше его не раскрыли, и не раскрыли, какая у него будет судьба, может быть, это будет во втором сезоне, непонятно, но персонаж действительно очень интересный. Сюжетная линия про Каминанцев и их технологии тоже весьма интересная, тоже весьма печальная, и что потом, в принципе, произойдет с Типока-Сити и с Каминанцами тоже весьма грустненько, потому что, ну, непонятно, что произошло с клонами-кадетами, которые только что, ну, были созданы, только растут, что с ними дальше произошло, их убьют или используют как-то на биоматериал, непонятно, и вся эта вот беспокойность премьер-министра по поводу, что же с ними сделает Империя, развивается на протяжении всего сезона, что очень-таки прилично и хорошо влияет на, как бы, в целом, на всю ситуацию, вот это становление Галактической Империи, в ее вот первые существования, наверное, первые полгода, наверное, где-то Грегор и Скорч. Ну, это прямо отдельная тема для разговора, конечно же. Очень я рад, что нам показали клонов Камандос, вообще круто, блин, более им сильно уделили внимание, в принципе, вот, не как в Войне Клонов, где нам просто показали Отряд Дельта, а тут прямо показали много клонов Камандос, Грегора и Скорча, да, все-таки это был Скорч, это официально подтвердили. Очень прикольно. Не обоснованно, конечно, потом забыли якобы о Грегоре, когда у нас команда полетела спасать Хантера на Камино, вот. Почему-то с собой не взяли Грегора. Ну, блин, ребят, все-таки сериал у нас обракованы партии, а не о Грегоре и ребят, которым помогает. Поэтому, ну, я здесь лично вижу логику. Да, еще такой интересный момент, вот, в серии, где спасали Грегора и ребята, нам показали, как бы, прототип будущих штурмовиков. Ну, форму их, одежду, новую броню, и это, как бы, у нас является тоже отсылочкой на, вообще, ранние концепты штурмовиков. Ну, прикольненько, прикольненько, интересно, необычно. И тут нам дали понять, что это уже не клоны реги, это уже просто обычные солдаты-призывники. Ну, и финальные две серии, которые нам подарили кучу эмоций, просто очень сильные эмоциональные, действительно, такие серии, значимые для всего сериала, для полностью, наверное, окончания эры республики, клонов и всего, что мы так сильно любим, вот этих двух, во втором, третьем эпизоде и то, что происходило между ними. Конечно же, бомбардировка Камино, такое значимое событие для Империи, которая отторгает, забывает все, что связано вообще с республикой, уничтожает ее полностью. И знаете, что мне очень сильно понравилось? Мне понравилась, как называется последняя серия браковой партии, называется Lost Kamiro, то есть, утерянная Камино. В этом есть такая небольшая, знаете, аллегория, если вспоминать второй эпизод о том, как якобы Камино было стерто из базы данных джедаев, как планета, то есть, тоже, как бы, утерянная, потерянная Камино, и здесь вот такая вот отсылка. Я прям считаю, ну, это прям вкусно, так, молодцы ребята сделали, прям, ну, отличная отсылочка. Ну, последняя, 16-я серия первого сезона, сериал нам показал окончательно взаимоотношения между бракованной партией и Кроссхейером, а конкретно между Хантером и Кроссхейером, потому что именно у них был такой конфликт на протяжении всего сезона. Ну, у ребят имеется определенное разноглазие в видении того, что и как им дальше быть. Очень интересно было на это посмотреть, посмотреть их диалоги, как они разговаривают между собой. Все-таки они, конечно, остаются до конца братьями, они это понимают, но взгляды у них реально разные. И знаете, что мне очень сильно понравилось? Это последняя, последняя, как бы, сцена, когда у нас Кроссхейер остался на платформе, а ребята улетели на мародере. Как он будет выбираться с этой платформы? Наверное, три дня проведет возле воды, прикормит местную черепаху, чтобы местная флора и фауна к нему привыкла, а потом на местной черепахе уплывет, да? Смекаешь? Финальная сцена после титров, которая тоже нам объяснила многое, дала, знаете, ответы на непонятные вещи. Зачем уничтожили целую лабораторию на Типуко-Сити? Да, потому что, блин, у Империи есть своя лаборатория, все нормально, нам не нужны там какие-то комбинации, их технологии, мы сами все делаем, разрабатываем. Дайте нам, пожалуйста, только комбинации, комбинации, ученых. Да, конечно, мы ждали немножко другого, возможно, Дарт Вейдера, Коуди, там, или еще каких-либо персонажей, но здесь нам просто вот как бы дали наживочку на продолжение второго сезона, что будет во втором сезоне бракованной партии. Ну, по итогу, ребят, что можно сказать по итогу? По мне, так, сериал действительно неплохой. Сериал направлен на более детскую аудиторию, для привлечения детской аудитории, чтобы появились новые фанаты Звездных Войн, чтобы Дисней мог дальше жить за счет получения денежных средств со всякой продукцией Звездных Войн, вот, в том числе и Лего, наш любимый Лего. Сериал неплохой, да, есть сюжетные дырки, непонятные арки связанные, там, непонятные глупые моменты, но, блин, и Войне Клонов они тоже есть, но почему-то мы ее так все любим и понимаем, хотя там тоже, там, дырки, тупые моменты, там, ну, то же самое присутствует, как бы, сериал является преемником, я считаю, полностью Войны Клонов, он неплохой, и, ну, мне зашел, мне понравился, но я считаю, что второй сезон вообще ни к чему он не нужен, то есть нам, как бы, ну, на примере, на примере от небольшого отряда Клонов нам показали становление Империи, именно раннее становление, вот, небольшой период, как, в принципе, вот, вели себя Клоны, как они выживали, те, кто, ну, у которых не сработал Чип Ингибитор, как, в принципе, вот, они себя нашли в этой новой жизни, скажем так, без войны. Я не вижу смысла во втором сезоне, это уже, на мой взгляд, будет растягивание просто сюжета, что нам там покажут, скорее всего, опять будут конфликты между Кросс Хэером и Хантером, а может, не будет, как у нас Кросс Хэер потом выживет, выберется с Камина, непонятно, да, и что будет с Лабораторией, будет Клонов новых делать, или еще что-то. В общем, сериал-то нормальный, прикольный, неплохой, но вот по второму сезону у меня вопрос. Ребята, у меня на этом все, обязательно пишите комментарий, вообще понравился ли вам этот сериал, как он зашел, не зашел, потому что, ну, мнений у фанатов очень много, они неоднозначны, интересно почитать, обязательно отвечу. У меня на этом все, всем пока! Пока!